Сейчас весь мир говорит о запуске ракеты КНДР, которая пролетела над территорией Японии. Сразу хочу сказать, что я не лезу в политику и не собираюсь этого делать. Дело не в том, что меня это не волнует или я ей не интересуюсь, а в том, что у нас и так полстраны стали экспертами в политике, и потом от всего этого не отмоешься. Я скажу вам свое мнение как человека, проживающего в Японии, для которого угроза со стороны Северной Кореи вполне реальна и не является просто текстом на новостных сайтах. Тем более, об этом попросили сами подписчики в различных многочисленных комментариях. На данный момент я по делам в Москве, и новости о запуске ракеты КНДР узнал от своей жены японки Мики. Она мне написала с утра в скайп. Северная Корея опять запустила ракету. Из-за того, что в этот раз она пролетела над Хоккайдо и упала в океан, в префектурах Ниегата, Яваты и других находящихся в высшей префектурах было объявлено предупреждение об эвакуации. В верхней части Японии прямо в городах звучала тревога. На некоторое время остановились поезда. Все очень сильно боятся. Если же почитать комментарии японцев на различных сайтах, то они следующего содержания. И так далее множество комментариев с аналогичным содержанием. Северная Корея не первый раз запускает ракеты в сторону Японии. Это было и в прошлом году, и два года назад, и до этого. Однако в этот раз ракета, пущенная КНДР, пролетела почти 2700 километров и достигла максимальной высоты в 550 километров. Генеральный секретарь японского правительства Йошихиде Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Ириму на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 километрах от Ирима. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ракета прошла над территорией Японии впервые с 2009 года. Понятно, почему все так обеспокоены. Тем более КНДР очень закрытая страна, и неизвестно, что у них на уме. Премьер-министр Японии Щинзо Абе выступил инициатором экстренного заседания Совета безопасности ООН, которое пройдет сегодня, 29 августа. Опять же, оставим политику и посмотрим со стороны обычных людей, проживающих в Японии. Японцы опасаются за свое будущее. И я тоже опасаюсь, потому что неизвестно, что ждать и к чему это все может привести. Закончится ли это все демонстрацией силы и запугиванием со стороны КНДР, или начнется война. Мне кажется, что ситуация, которая сейчас сложилась, должна заботить всех, где бы они ни находились. Все уже знают ужасный опыт Хиросимы и Нагасаки. Надеюсь, что такое никогда не повторится. Читая новости в последние несколько лет, видишь только войну, убийства, грабежи, коррупцию и другие печальные вещи. Мир словно разрывает на куски. Я не знаю, чем все это закончится, но надеюсь, что все будет нормально. Вот такими мыслями я хотел бы с вами поделиться. И еще раз повторю, что видео не о политике, а о людях. Уважайте друг друга в комментариях. До свидания.